ЧИМ ЖИВЕ США НАЙМОГУТНІША КРАИНА СВИТУ Да, но Трамп пока, конечно, ничего не признает. Более того, он собирается и дальше там воевать за свое президентство, но фактически уже практически все признали, кроме там буквально нескольких отморозков, и надо сказать, что еще одно как бы состоится очень важное действие в этой пьесе, а именно в начале января должны будут собраться депутаты Конгресса и Сената все вместе и утвердить результаты голосования выборщиков, и, кстати, против выборщиков уже Клинтон выступил. Так, я хотела сказать, что Хиллари Клинтон сказала, что нужно изменять эту всю традицию, и чтобы выбрали так президента лишь граждане. Да, принадлежа сама. И почему? Потому что, напоминаю, слушатели, которые, может, не в курсе, а уже забыли, что в 2016 году Хиллари Клинтон именно через голосование выборщиков програла выборы, на самом деле. Да, она собрала на 3 миллиона больше голосов в 2016 году, чем Дональд Трамп, но из-за системы выборщиков она выборы проиграла. И считается, конечно, что это не очень-то честно получилось. Но ты дурачи, я к Петрамащине? Я думаю, да, потому что эта система, конечно, какого-то 18 века, она устарела абсолютно, и из-за нее куча проблем, куча геморроя для самих американцев. Поэтому там, по-моему, 80% населения страны поддерживают отмену системы выборщиков. Но еще, что еще важно хочу сказать. На вот этом заседании совместного конгресса, которое состоится в начале января, уже несколько конгрессменов-республиканцев объявили, что попытаются замутить какую-то там схему и все равно сорвать голосование, сорвать утверждение Джо Байдена президентом. Хотя, конечно, у них ничего не получится. И, более того, Митч Макконнелл, лидер сенатского большинства, республиканец, сказал, что он признает Джо Байдена избранным президентом. Это, во-первых. А, во-вторых, он призвал своих коллег-сенаторов ни в коем случае не участвовать ни в каких махинациях в попытках отказать Джо Байдену в президентстве вот на этом совместном заседании. Как ты думаешь, получится ли что-то, или это будет очередной пшик? Я думаю, что будет очередной такой пшик, ничего ни в кого не выйдет, они просто это все влаштовывают, знаешь, потому что не хочется признавать свою поразку, да и все. Ну, да, я тут с тобой согласен, но Трамп уже наехал на этого Макконнелла, на лидера сенатского большинства, сказал, что он ему этого никогда не простит. Более того, он будет мстить и никогда не простит всем республиканцам, которые сейчас отказываются бороться до самого последнего момента за Трампа. Я тебе скажу, что Трамп будет мститься не только Макконнеллу, так и и другим республиканцам, а и прокурору Виляму Бару, потому что он не выправдал, скажем так, его сподевания. И, как считалось раньше, что Бар – это просто первая человек, которая будет поддерживать, если Трампа захочет захопить Белый дом, так и не передавать владу. А на самом деле Бар взял и сделал как адекватный человек, как генпрокурор какой-то. Я бы сказал так, Бар ждал до последнего момента, когда понял, в чью сторону склоняются чаши весов, и он занял сторону тех, кто победит, а именно противников Трампа. Так, и причем Бар выступал всегда за Трампа, он очень пропрезидентский, всегда ним был. И теперь, я думаю, что у Бара могут начаться какие-то проблемы с Трампом. Он уже на него, до речи, начал наезжать, в Твиттере я видела, он до него пристав, через то, что Хантера, против Хантера Байдена, так, сына Байдена. Да, дело расследований. Расследование, так, только сейчас началось. Нет, там не так, оно шло уже давно, но сейчас о нем стало известно. А Трамп хотел, чтобы об этом расследовании было известно еще до выборов. И сейчас он звинувачивает Бара в том, чего ты там раньше-то не рассказал. А так мог бы, может, я выиграть. Да, но я думаю, кстати, что действительно, если бы Бар рассказал о том, что Хантера Байдена подозревают в уклонении от налогов, и это могло бы перебить как-то повестку дня предвыборную. И перед выборами, действительно, если бы Трамп напрягал на эту тему и стал бы говорить, что смотрите, вот, сын Байдена, это преступник, и Байден идет в президента только ради того, чтобы своего сына, так сказать, спасти, вот в этом случае, я думаю, могло бы что-то изменить. Ну, нет, разговор с Зеленским был про самого Байдена, про его участие в всяких коррупционных схемах в основном. Но его сын тут был в Рисме. Ну, сын, да, тоже, но главное, все-таки, в том варианте было все-таки наезд на Байдена. Он и так, он и так использовал коррупционную, так, такую складовую Байдена, а тут был бы еще просто его сын. Да, да, да. Ну, Барр, да, заявил, что все, он тоже признал, что выборы президента были честными. Он сказал, что фальсификации были не такими великими, чтобы изменился остаточный результат выборов. Да, это правда. То есть, на самом деле, там Барр мог очень хорошо, очень сильно повлиять. Ну, вообще, конечно, Барр сказал, что сначала он сказал, что начинает расследование вообще по фактам нарушения на выборах, но потом провел типа проследование, когда увидел, что все-таки не может Трамп победить, он переметнулся на сторону противников Трампа. Я думаю, что Барр сейчас хочет только одного, чтобы ему назначили хорошую классную пенсию. Он уже договорился с демократами на этот счет, и он ее получит. До речи, ты знаешь, что Барр перед выборами закликал людей не голосовать поштою? То есть, он таким образом поддерживал на самом деле Трампа, потому что большинство демократов, это люди, которые голосуют за демократов. Он все время поддерживал Трампа, кроме самых последних дней, когда он понял, что у Трампа нет вариантов больше остаться на посту президента, и тут он, конечно, стал резко поддерживать демократов. Я ему, как политика, я его прекрасно понимаю, он сделал очень разумно, и тем самым он обеспечил себе будущее. А не какие-то проблемы, до речи, потому что, если бы он начал защищать Трампа, а так, он потом мог бы закинчить где-то на лаве пиццутных. Да, его могли бы сделать крайним и действительно осудить за попытку переворота Пуччи или чего-то такого. Ну, давай, смотри, а насчет переворотов и Пуччи в Америке, на самом деле, эта тема начинает развиваться удивительным образом. И давай поговорим в следующей части, потому что там уже появились деятели, которые хотят развалить Америку и говорят об этом прямым текстом. Давай. Чим живет США, наймогутніша краина світу? Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесниченко в программе «Дикий Захід» на Радио НВ. Продолжаем разговор. Іван Яковин, Дар'я Колесниченко в студії Радио НВ. Программа «Дикий Запад». Обслуждаем Америку. Итак, на этой неделе я столкнулся с целым рядом очень странных, совсем не похожих на Америку новостей. Ну, например, такого рода. Сенатор Боб Стайнберг, это сенатор сената штата Северная Каролина. Это, то есть, не общенационального, а северокаролинского сената депутата. Он призвал официально с экранов телевизоров Дональда Трампа ввести в Соединенных Штатах общенациональное, чрезвычайное положение, ввести в действие закон о мятеже и отменить гражданские свободы, после чего ввести войска армии США в города и следить за тем, чтобы никакие демократы не могли ей головы поднять. То есть, по сути дела, он призвал Дональда Трампа осуществить военный переворот, скинуть Джо Байдена и не дать Джо Байдену занять пост президента. Как тебе такая новость? Ты думаешь, Трамп погодится на что-то такое? Я думаю, испугается от страха, уписывается. Но он бы хотел, он реально хотел бы, конечно. Но мы знаем любовь Трампа до разных диктаторов, он же там выхваляет Путина. Да, это есть такое. Но Трамп, он, конечно, все это любит, но он очень трусливый для такого, поэтому, я думаю, не решится. Он и так боится проблем, которые у него будут после президентского термена с податками, так? Конечно, да. А зараз до того додать еще какие-то... Да, но за это в Америке там как бы стоят, за это и реально казнить могут за такое дело, я думаю. Я не знаю точно, но, кстати, а про казнь мы еще с ним поговорим. Но это будет очень серьезное преступление против государства и так далее. То есть это реально круто. Тем более, я думаю, что Трамп не будет до того удаваться, знаешь почему? Потому что он планирует не оставить так политическую карьеру, взагалі не закинчивать ее, а балотовать на 2024 году, поэтому ему сейчас влаштовывать какие-то маски-шоу, такие абсолютно невыгодно самому. Его политическая карьера может на этом закончить. Действительно, он сейчас переходит в оппозицию, и из оппозиции, как известно, всегда там материть действующую власть в сто раз проще, чем сидеть в этой власти, поэтому я думаю, у Трампа все будет очень хорошо. Винстана Петром Порошенко. Ну, я не знаю, кстати, даже, я, честно сказать, даже не знаю, чем сейчас занимается Петр Порошенко. Оппозиционная деятельность вот такая как раз. Ну, да, как бы сидя там в парламенте, да. Будет критиковать Байдена. Да, кстати, ты знаешь, что Трамп назначил свой день выдвижения себя в президент на день инаугурации Джо Байдена. Да, да, так знаю, знаю. И он во Флориду поедет. Я даже думал, блин, может поехать во Флориду и посмотреть на это действие, было бы очень прикольно, мне кажется. Ну, он же заявил, что Байден запросил его на инаугурацию. Я так понимаю, он, по-моему, отмывчивался, ничего не сказал, не факт, что он не прийдет. Я уверен, что он туда не пойдет. Не пойдет, но традиционно все ходят, надо сказать, что это нормально. Он скажет, я не признаю это поражение своего. Байден украл мою победу, поэтому что я буду делать на его праздники. Я лучше свой устрою праздник, причем он хочет своим праздником перебить байденовский праздник. Чтобы все средства массовой информации показывали в день победы Байдена, показывали не самого Байдена, а показывали Трампа. Вот что он хочет, плюнуть Байдену в душу. Вот его задача была. Так, потом поговорим, как он еще хочет ему просто спортить всю вечерку, так? Да. Но, ну ладно, давай ты продолжить. Да, смотри, я что еще хотел сказать. Вот этот Станберг, который призвал Трампа вести войска и все прочее, он не один такой. Есть еще такая Аманда Чейз, это сенатор штата Вирджиния. То же самое все призвала делать. Кроме того, она еще, между прочим, это Аманда Чейз, она является губернатором, вернее, не губернатором, а кандидатом в губернатор штата Вирджиния своего. И она еще призвала Трампа объявить комендантский час. То есть, люди реально хотят введения в США какого-то, блин, ну прям, не знаю, какого-то порядка, как в ДНР. Это реально очень странно. Плюс, это еще не все. На неделе депутат Техасского конгресса уже, то есть, конгресса штата Техас, зовут его Кайл Бидерман, официально объявил о намерении провести в своем штате, который проголосовал на выборах президента за Трампа, он хочет провести там референдум об отделении Техаса от США. Да, я так уже чула. Реально создать Техасскую Народную Республику. Это просто караул. По словам вот этого Бидермана, Вашингтон не уважает свободу слова и право наношения оружия техасцев. А все глубже и глубже залезает в долги, печатает какие-то кошмарные триллионы долларов, ничем не обеспеченным. Поэтому Техасу нужно отделиться. Это территорика совершенно 100% телеканала «Раша Тудей». Дивись, у меня до тебя теперь возникает вопрос. Чи может, вот этот человек, который закликает к государственному перевороту, фактически, чи может против него порушить криминальные дела? Я прикидываю, просто в Украине он бы начал что-то так говорить. Нет, в Америке нельзя. Я объясню, почему. В Америке действует первая поправка к конституции, которая гарантирует полную свободу слова. Ты можешь говорить все, что хочешь. Можешь пропагандировать идеи нацизма, антисемитизма, расизма, все что угодно. Но пока ты к действиям не перешел, говорить можешь все, что хочешь. Вот это, кстати, на этом, мне кажется, и базируется величие США. Она говорит, да, можно говорить самые дебильные вещи, какие хочешь. Но из-за того, что есть полная свобода, вот эти все дебилы, маргиналы, они, как правило, остаются по краям. Никто на них не смотрит, они смотрят как на странных психопатов. Никто их серьезно не воспринимает. Но говорить, в принципе, можешь, что хочешь, абсолютно. Можешь быть нацистом совершенно открыто в Америке. Другое, потому что с тобой никто разговаривать не будет. Но в Америке это закон. Но ты поддерживаешь возможность, так, людей, чтобы они это говорили. Даже попри то, что они говорят полный... Да, я считаю, что оно того стоит, что полная свобода слова, она важнее, чем то, что кто-то будет оклеветан или какой-то хейтспич начнется. Я думаю, что это должно быть. Но смотри, и это еще, кстати, не все. Есть такой очень влиятельный консервативный комментатор, его зовут Раш Лимба. Так этот Раш Лимба тоже заявил, что по итогам выборов не могут либералы и консерваторы жить в одной стране. Надо Америку разделить на две части. По его словам, по словам Раша Лимба, дальше цитата. Вот то, что избрание Байдена стало шагом в направлении распада США. Есть еще в Техасе глава республиканской партии местного осредка, так сказать, которого зовут Ален Уэст. Он официально на телекамеры публично заявил, что тем штатам, которые голосовали за Трампа, возможно, следует, цитата, «собраться вместе и сформировать свой союз, в котором будут соблюдаться их ценности». То есть разговоры очень серьезные, от серьезных людей пошли о том, что там надо, во-первых, ввести в Америку чрезвычайное положение и комендантский час, а во-вторых, то, что Америку вообще разделить надо. Мне вот это кажется самым опасным последствием правления Дональда Трампа. Люди натурально сходят с ума. К счастью, пока действительно психопаты какие-то, но это все может, как я боюсь, ввести во что-то большее. Для кого еще такие разговоры, в принципе, я сейчас эту частину могу закинчивать, у нас будет небольшая пауза, а потом мы повернемося. Совершенно верно. Так, доброго дня. Далі в эфирі «Дикий захід», «Радіо НВ». Мы продолжаем говорить про Дональда Трампа, я думаю, что в ближайшие пару месяцев он все-таки будет в эфире очень часто, нет? Я думаю, он будет еще долго, потому что он явно не собирается покидать американскую политику, будет там величиной одной из первых. Так что еще долго на нем будем говорить. Но перед тем, как залишить Білий Дім та американскую политику, он решил запамятаться не только как президент, который лет не развел всю демократию, поставил под загрозу, как мы только говорили, что Америка там не факт, что она будет в таких масштабах, в которых она есть после его правления, а как и президент Палач просто, потому что до конца президентских повноважений Трампа має відбутись 5 страт, а загальна кількість страт від липня цього року становить 13. И таким образом, кількість страт за час президентства Трампа будет наибольшой за полное 100-летие. Уявляешь себе, сколько это людей? И до того же, значительная часть этих страт, они вызывают очень большие вопросы у общества, потому что там деколи хотят так называть людей, которые, в принципе, страдать людей, которые, в принципе, их, в принципе, поддерживают, другие американцы. То есть, там спирные, спирные очень сильные вопросы. Одна из историй такая, что там одного чувака, сейчас уже, по-моему, его казнили, за то, чтобы его, ну, как бы не отпустить, а просто помиловать его, дать ему просто там пожизненное заключение вместо казни. Выступали даже присяжные, которые его когда-то осудили. Так, прокуроры. И прокуроры, и присяжные все. Ким Картошьян, до речи, поддерживала его так само. Ну, все люди говорили, ну, ладно, слушай, чувака, нет, чувака, кстати, осудились за то, что он в составе банды, был в составе банды, которая убила двух людей. И он не убивал лично, он был, как бы, состоял в этой банде, но лично, там, крок не нажимал. Ему говорят, ну, давайте этого чувака просто не убивать, пусть Картошьян сидит свое пожизненное, да, но нет, Трамп все равно такой, нет, давайте убили его. Да, 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 там многие говорили, что он совершил это преступление тогда, когда ему еще нельзя было даже алкоголь покупать. И давай поговорим про те, навіщо, власне кажучи, Трампу столько этих страт. По-перше, как на меня, Трамп таким чином хочет испортить свято Джо Байдену, так, перед его инаугурацией, потому что остальная там страта мае відбуватися буквально в тиждень, когда инаугурация назначена. Тому таким чином, он хочет, наплювати ему туда трохи, крім того, что он будет про свое президентство, майбутнє судячи по всему, оголошувати, так, в день инаугурации. Так, он же хочет, чтобы там и людей пострадали. И до того, что тут важливо, сам Байден виступает против смертной кары, как такой, но он тут трохи в незручную ситуацию потрапил, потому что, когда он был сенатором, он был причем к законопроекту, который тогда поддержали, и сейчас, именно через этот законопроект, деяких людей страчуют. Тому тут Байден приклав до того руку, и сейчас он такой не очень удобный, не очень удобное положение. Был ястребом, действительно, он требовал как можно более сильного ужесточения законов, согласно которым сейчас, собственно, людей казнят. Ну, в 80-е, в 90-е был разгул страшной преступности в Америке, да, и тогда было понятно, для чего эти законы принимают. Сейчас, конечно, эти законы выглядят, многие, диковато, но тогда было ясно, что они... Кроме того, как на меня, Трамп делает такие страти, так, потому что они, как на него, как он считает, политически мотивованы, потому что он же выступает, как такий, просто борец с злочинностью, так, с злочинцами, что он не будет никаким там негидником ничего пробачать, и, враховывая то, что он будет дальше балотоваться в президенты, так, он таким образом хочет показать, вот, смотрите, как я тут не даю... Гай, да, такой крутой, крутой уокер такой, да, что он не преступности, он будет держать под контролем. Ну, я не знаю, мне кажется, я являюсь принципиальным противником смертной казни, я считаю, что это нельзя никого убивать, никому нельзя убивать, убивать людей плохо, даже если это государство делает, даже если самого ужасного человека. Мне говорят, а если бы там твою семью или что-то, я не знаю, мою семью не убивали, но я понимаю, что я вот, будучи человеком обычным, я хочу, чтобы убийство было абсолютно... Где легитимизировано в обществе, а когда государство занимается убийствами, оно тем самым немного легитимизирует убийства, я считаю, что это ужасно. Ну, и до того ж, еще одна причина, почему Трамп себя так ведет, потому что он никогда и не відрязнялся никакой там гуманностью особливою. У него есть возможность, так, людей до того, так, казнити, так, то он это использует себе спокойно, потому что он может это делать. Это очень печально, да. Ну, смотри, одновременно с этим, с казнями, Трамп, по сути дела, казнит, убивает республиканскую партию, членом которой он вроде как является. Вот произошло на этой неделе совершенно странное событие, когда 126 депутатов Конгресса США от республиканской партии поддержали Трампа в его иске штата Техас, точнее, против нескольких других штатов, в котором Техас потребовал отменить результаты голосования в этих штатах. А почему это важно? Потому что вот эти две трети депутатов Конгресса, которые поддержали Трампа в этом деле, они фактически выступили против американской демократии, против американской конституции, против свободы и против принципов свободного избрания людей, ну, принципа свободных выборов как таковой. Поэтому сейчас в Америке, буквально на этой неделе, я слышал уже от нескольких людей такие заявления, что они собираются создать третью партию, не республиканскую, не демократическую, потому что республиканская партия, они говорят, уже осталась под контролем Трампа, они хотят создать правую партию, которая будет вот как былая прежняя республиканская. То есть правое движение в США из-за Трампа раскалывается на две неравные части. Я тебе скажу, как на меня, там не только так правый рух раскалывается, а вот эта какая-то партийность, так, вона неминучая, потому что и в демократичной партии, мы помнимо, там у них так же не все очень гладко, они так же разделены на два крила. То же самое начинается в республиканской партии, дякуючи Трампу, из одной части, так, и я думаю, что протягом там наступных пару десятков лет, в любом случае, Америка дейдет до того, что будет несколько партий. Потому что две партии, те, которые есть, их идеология, так, вона не охопляет всю кількість думок. Весь спектр, я бы сказал, да. Так, поэтому даже не имеет сенсу им оставаться в каких-то партиях и разделять их просто на тих два каких-то крила. Да, я думаю, потому что в демпартии, я думаю, об этом еще подробнее сказать, но там действительно тоже появилось такое левое крыло, которое ведется абсолютно не согласовывая свои действия и свои идеи с эстеблишментом. Это тоже большая проблема для демократической партии сейчас, которая, кстати, тоже переживает достаточно серьезный кризис. Ну, давай об этом уже, наверное, в следующей части поговорим. Сейчас у нас будет перерыв. Давай. Чим живет США? Наймогутнейшая краина світу. Розповідають Иван Яковина та Дар'я Колесниченко в программе «Дикий захід» на Радио НВ. Продолжаем разговор. Иван Яковин, Дар'я Колесниченко, Радио НВ, программа «Дикий запад». Говорим о кризисе. Мы говорили в предыдущей части о кризисе в республиканской партии, которую раскалывает пополам Дональд Трамп. Точнее, не пополам, а на две неравные части. По большей части люди республиканской партии идут за Трампа, по меньшей части за не Трампа, точнее против Трампа. А у демократов во многом схожая ситуация, потому что там объявилось левое крыло, довольно радикальное, во главе с сенатором, моим любимым Берни Сандерсом, и его, так сказать, духовно не дочерью, даже, наверное, внучкой Александрея Оказия Кортес, которая сейчас требует, например, смотрите чего, сейчас, как вы понимаете, в Америке, как и во всем мире, пандемия коронавируса, и вот эти двое требуют выплачивать людям деньги, живые деньги, тем, кто пострадал от коронавируса, да и вообще всем американцам, малоимущим, неимущим, выплачивать им по 1200 долларов. Истеблишмент, как республиканский, так и демократический, долгое время отказывался от этого, но все-таки Берни Сандерс сумел продавить законодательство, в котором будут людям выплачиваться, но не по 1200 долларов каждому человеку в месяц, а по 600 долларов, что, конечно, меньше, но все равно хорошо. Я думаю, никто бы из нас не отказался от лишних 600 долларов в месяц, особенно в условиях коронавируса, пандемии, когда многие люди реально потеряли работу. То есть, там сейчас в демократической партии тоже идет такое разделение на две части. Молодежь, она в основном уходит левее и левее в сторону Сандерса и Кортес. Среднее поколение, оно в основном глядит в сторону Нэнси Пелоси. И, кстати... И Нэнси Пелоси это совсем не подобается. Да, конечно, Нэнси Пелоси это очень-очень-очень неподобство, но тут надо понимать, что лидерам демократической партии в Конгрессе, средний возраст лидеров, около 80 лет, эта партия превращается в партию герематократов. Да, нехорошо. И Кортес, я слышал ее вчера интервью, она говорит, слушайте, у нас партия, в демпартии, в Конгрессе даже нет механизмов выдвижения на важные посты молодых людей. У нас, чем ты старше, тем у тебя больше вариантов оставаться во власти. И поэтому, говорит, у людей там просто с деменцией, люди уже с Паркинсоном там, у них руки трясутся, они нихера не соображают и все равно не сидят. Тут, кстати, последний такой случай, это Диана Файнштейн, она сенатор от Калифорнии, и у нее реально старческая слабоумия, в полный рост. Она забывает слова, она не может говорить, и все равно она представляет Калифорнию в Сенате. Это бред, такого быть не должно. Соответственно, сейчас вот еще и по этому признаку разделяется демократическая партия на старых и молодых. Я думаю, что и республиканцам, и демократам в момент президентства Джо Байдена придется как-то решать вопрос, как им жить дальше. Я думаю, это вековый ценз нужно будет снижать в любом, в любом, в любом случае. Ну, сто процентов, потому что, ну, не дело, когда средний возраст депутатов там за 70, да, ну, так не должно быть. Должны быть люди и 40, и 50 лет, и так далее. Их очень мало сейчас. Все, в основном, какие-то старички, пенсионеры. До речи, хочу додать трохи еще про республиканскую партию. И, мне кажется, придумала назву для Дональда Трампа. Это будет солидарность Дональда Трампа. Ну, можно и так. Можно и так. Смотри, еще какая интересная ситуация на этой неделе произошла. Хакеры российские, службы внешней разведки, оказывается, взломали Министерство финансов, Центральный банк США, еще какие-то финансовые учреждения, а также национальную лабораторию в Лос-Аламосе, американскую, которая занимается разработками американского ядерного оружия. Причем взломали они не сами эти сети, этих организаций, они хакнули сначала компанию, которая называется SolarWinds. Эта компания производит программное обеспечение для вот этих вот самых разных американских государственных учреждений. То есть, они в программы SolarWinds вмонтировали как бы свои вирусы, и SolarWinds продали свои программы американским госучреждениям. Те их купили, спокойно установили на свои компьютеры. И с марта текущего года все вот эти компьютеры американских госучреждений отправляли в Москву, так сказать, свои там шифровки о том, что и как делают американцы. Я уже посмотрел, поинтересовался, как так вышло. Американцы, оказывается, в основном занимались борьбой с российскими хакерами на выборах, и не обратили внимания на то, что происходит на других фронтах. Как сказал один обозреватель, пока полиция себя занималась массовыми беспорядками на улице, грабители грабанули банк. Вот такая вот история случилась. Очень странная, удивительная, на мой взгляд. Ну так, пропустила там, да. Засрадилась не на том, и вышло, что вышло. Ну и, ну, как бы, последствия еще, кстати, американцы только оценивают. Непонятно, чем все это закончилось. Слава Богу, это прекратилось. Но, я думаю, вот именно в этой сфере будет развиваться шпионаж в будущем. Потому что можно, сидя там в Москве, сделать больше, добыть информацию, чем отправив какого-то агента Джеймса Бонда в Вашингтон. Слушай, враховывая, что остальные истории, так, с Навальными и так далее, как там российские шпионы и так далее, как они там деют, то очень странно, что им даже удалось что-то там поцепить. Ну, да, то есть агенты, которые бегают по улицам, они нифига не могут. А хакеры, пожалуйста, что-то у них все получается. Ну, и давай, наверное, последнее скажем, хотя, может быть, еще это не последнее. Началась вакцинация в США, наконец-то, блин, ура-ура. И даже Джо Байден сказал, что на следующей неделе, может быть, сделать себе прививку. А, кстати, раньше уже заявил Обама, Клинтон и, кто еще, Буш, по-моему, что они будут вакциновать себя. И не потому, что они, когда-то президенты, их в первую очередь нужно вакциновать, чтобы они не забыли на COVID, если что. А потому, чтобы показать людям, что это безопасно, на самом деле. Да, а Трамп, извини, Путин сказал, что не будет себе делать российскую вакцину, не будет вакцинироваться, потому что, говорит, эта вакцина не рассчитана на людей старше 65 лет. То есть, внимание, внимание, Путин себе вакцину российскую не будет, даже к ней прикасаться не хочет. Почему? Потому что каждый человек, который сделает себе российскую вакцину, судя по всему, это мое личное мнение, очень здорово рискует. Да, но я так понимаю, что до апреля простым людям даже в Америке нельзя будет вакцинироваться, буду сейчас только прививать врачей и старых людей, которые в группе риска находятся. Хотя, до речи, и Клинтон, и Буш в группе риску, тому все нормально. Да, они все в группе риска. И поэтому, кстати, ты знаешь, что Буш, Клинтон, Трамп, они все родились в один год? Не, не знала. Да, вот такая интересная история была. Именно какой-то там год был, 50, по-моему, какой-то, когда они все родились. Так, ну что ж, будем, наверное, уже заканчивать, у нас время подходит к концу. Я надеюсь, что в следующий раз, на следующей неделе мы уже опять будем с вами в студии, и все будет хорошо, берегите себя, не болейте, это самое главное. Так, всем пока-пока. Счастливо.